Девушки отдыхают Дозреть до конца нашей рубрики Возможно, мы его тоже будем использовать Потому что он действительно очень твердый И вряд ли мы... Да нет, его нельзя сегодня использовать Да пусть лежит для красоты Для красоты авокадо, хорошо Нам понадобятся 4 помидора, которые я буду мелко нарезать кубиками Я думаю, хватит даже 2 Твоя задача очень мелко их нарезать Я тем временем буду... Вот у нас такая форма для маффинов Я сначала смажу эту форму маслом И потом просто вот так На дно каждой формочки Начнем помещать зелень Сверху этой зелени кусочки помидор И все это зальем белком И отправим в духовку В общем, вот такая задача предельно просто И у нас получатся вот такие... Ну не кексики это, конечно, получится Но такие маленькие, что ли, омлетики Очень полезные С витаминами и достаточным количеством белка Все, я приступаю Пошла на поиски кисточки Я уже приступил В принципе, необходимо как можно не очень это все нарезать Чтобы поместилось потом в место Потом все перемешаем, да, получается? Нет, мы не будем перемешивать Тебе главное сделать мелкие кубики Смотри, мы на дно, допустим, вот, да Накидали листики шпинат Ну, конечно, мы избавимся от хвостиков сначала Потом сюда же кубики помидорки И после этого уже зальем белком Вот и все Хорошо Ну, а теперь расскажем о интересных Даже забавных, я бы сказал, новостях Да, есть различные люди Которые по-разному шутят над своими коллегами Друзьями А может быть, людьми, которых они немного ненавидят даже Потому что такое вот... Недолюбливают, надо было сказать В утреннем эфире Я бы сказал, ненавидят, потому что то, что произошло в Германии Но это довольно интересная, забавная история Немецкая полиция расследует Таказусное дело О преследовании адвоката С помощью пиццы в городе Дортмуне Стражи порядка ищут неизвестного человека Который на протяжении нескольких недель Регулярно отправляет десятки пицц В офис человека по имени Гвиддо Агроли По словам возмущенного Проделками таинственного представителя адвоката Это раздражает его настолько сильно Что он не может нормально работать Это и неудивительно Ведь Гвиддо Агроли получил уже более 100 пицц на свое имя Мужчина не имеет ни малейшего понятия Кто же может терроризировать ее таким способом Согласно одной из версий Это может быть дело рук недовольного клиента Или конкурентов адвоката Тем не менее, версия с мошенничеством отменяется Поскольку Гвиддо Агроли не платит за пиццу Загадочным в этой истории также остается то, что В принципе, неправдоподобная скорость Которая... Правдоподобная скорость, которую эту пиццу доставляют Он получил в один день 15 сообщений о предстоящей доставке пиццы В течение 27 минут По нашему счету такое чувство, что все службы доставки пиццы Стоят около его офиса и ждут только команды Поэтому наверняка это его озадачило Потому что если 2-3 пиццы за неделю бы доставили Ну, хорошая шутка Но 100 пицц, это уже перебор Также сообщает, что в последнее время вкусы анонима изменились И теперь вместо пиццы он стал присылать адвокату суши, колбаски и блюда греческой кухни Ну, если преследователь будет навин, ему может грозить лишение свободы сроком до 3 лет Представляешь? Слушай, какой-то вредный этот адвокат Ему присылают пиццу Вместо того, чтобы угостить всех коллег и порадоваться Он еще чем-то недоволен? Я бы предложил ему назначить ответственность по приему пиццы В своем офисе секретаря по приему пиццы Если вот отвлекает от работы в этот момент И просто эту пиццу дальше можно раздавать малоимущим людям В конце концов, вот именно Я хочу знакомых, друзей, всех коллег по работе Пока деньги не закончатся Я вообще предлагаю объявить акции Если кому-то что-то не нравится в нашем эфире Я предлагаю вот таким образом все ваши недовольства высказывать Присылая нам доставщиков пиццы с вкусной пиццей желательно Мы будем возмущаться, но с аппетитом будем поедать всю присланную нам пиццу Так, ты на какой стадии? Я на стадии отделения белка от желтков Желтков от белков Уже 6 яиц мне удалось таким образом разделать Этого, в принципе, я думаю, что достаточно А я понял, что есть одна большая проблема Я никогда не нарезал помидоры кубиками Ты с самого начала неправильно начал Потому что... Поэтому я столкнулся с этой проблемой Я бы тебе порекомендовала начать вот такими пластиночками нарезать А потом, да, потом их просто вот так уложить и сделать вот так Я по традиции начал нарезать, как привык уже Оказывается, так это не приводит к нужному результату Поэтому, ладно, один помидор был эксперимент Белок, кстати, который мы отделили, его не нужно взбивать Его нужно просто поперчить, посолить и все И больше ничего дополнительного не нужно То есть нам лишняя пена не нужна Просто белок, чтобы сделать это утреннее блюдо полезным Так, а у нас еще, кажется, есть новости Вот, кстати, действительно новость о добре Которую очень хотелось с вами поделиться Многие, я думаю, видели В конце февраля вообще по соцсетям Разошлись фотографии учителя информатики Ричарда Акота Который преподает в небольшой ганнской деревне И вот учеников местной начальной школы Нет доступа к компьютерам Поэтому африканец, что он сделал? Он подробно нарисовал на доске копию Microsoft Word разноцветным мелом И вот вы сейчас видите эти кадры Акота рассказала, что каждый урок Изображает на доске различные программы Чтобы показать их детям По словам учителя, он не думал, что станет вдруг популярным Пользователи Фейсбука начали предлагать ему, естественно, деньги И технику для школы А 27 февраля А к ним подключился, между прочим, Microsoft И компания пообещала отправить Акота компьютер И дать доступ к образовательным программам Преподаватель, между прочим, принял, естественно, предложение Но подчеркнул, что классу в ганнской деревне Необходимо около 50 устройств Для полноценной работы Вот один компьютер, это мало что изменит Я боюсь, компания Microsoft разорится после этой просьбы Я надеюсь, что она выполнит его просьбу Вообще, главная цель этого учителя Подготовить детей к национальному экзамену по информатике Где дети и из богатых городов, и из деревень Получают одни и те же задания И вот он говорит о том, что нельзя сравнивать того Кто, например, провел всю свою жизнь за компьютером И того, кто вообще впервые видит компьютерную мышку Поэтому вот он, несмотря на то, что преподает где-то в деревне В глубинке, он все равно считает, что этим детям нужно дать необходимые знания Удивительно то, что кажется сегодня Уже обычным, да, выданным Да, обычным кажется, что компьютер В любом населенном пункте Как минимум один компьютер должен быть Есть еще такие уголки земли Где компьютер-то декоринка И даже приобретение одного компьютера Это очень дорогое удовольствие для жителей той или иной местности Так, я закончил практически Два или один или три Все, мне кажется, что этого достаточно Подожди, я предлагаю на этом моменте прерваться Потому что дальше мы уже все это будем формировать И предлагаю это делать все-таки на глазах у наших зрителей Но прежде на очереди у нас сюжет о празднике Который прошел в Кишиневе Давайте посмотрим, а потом возвращаемся на кухню Спасибо, Сара Виктория Очень необычный такой образ Я даже и не узнал на это мгновение Красивая прическа Еще более неожиданные были очки Но хорошо, что этот праздник дарит людям добро А мы дарим вам, дорогие друзья Сегодня здоровый завтрак Который будет наполнен большим количеством Мы дарим всего лишь рецепт этого завтрака Да А рецептом вы можете воспользоваться И приготовить своим любимым такое же блюдо Мы сегодня готовим маффины Но они довольно необычные Они будут состоять из помидоров Помимо этого понадобится шпинат Яичный белок Немного подсолнечного масла И вроде бы все перечислено Мы взяли, кстати, не подсолнечное Все-таки мы делаем очень полезный завтрак Поэтому взяли оливковое масло Да И теперь, смазав форму Мы теперь выкладываем вот эти самые листики шпината Не знаю, может быть, можно проэкспериментировать и с другой зеленью Но мы решили воспользоваться тем, как написано в рецепте В формочек я выкладываю немного помидор тоже, да? Да, ты сверху выкладывай помидорки Потому что это тоже обязательно составляющая Так Все, в принципе, здесь сложности никакие возникнуть не должно Абсолютно Давайте, можно сказать, еще одну новость интересную Если вы следите за достижениями финансовых С финансовым достижениями мировых рэп-исполнителей То наверняка эта новость вас заинтересует А если не следите, тогда просто подумайте Может, по не тем бизнесом занимаетесь Потому что оказывается, что музыка не так много денег и приносит А приносит продажа алкоголя большое количество денег Рэпер Шон Кори Картер, известный в мире как Jay-Z За год увеличил состояние с 810 до 900 миллионов долларов И стал самым высокоплачиваемым рэпером по версии Fox Он обошел прошлого лидера Педити, а также Дрейка, доктора Дре и Эминема Большую часть средств Jay-Z принесли продажи шампанского и коньяка Среди строчек доход также компания Rock Nation и стриминговый сервис Tidal Второе место занял рэпер Педити, который еще в декабре 2017 года оставался лидером 48-летний музыкант в состоянии 825 миллионов долларов Также большую часть денег заработал на продажах премиум алкоголя Третье место за доктором Дре и его 770 миллионами долларов Которые держатся за счет продажи, кстати, компании Apple Своих фирменных наушников под названием Beats Он их продал за 3 миллиарда долларов Вся тройка PDD, доктор Дре и Jay-Z Не только самый богатый рэпер, но и самый высокооплачивый американский музыкант любого жанра Следом за ними идут коллеги из хип-хопа Дрейк и Эминем Из которых каждый имеет заработок около 100 миллионов долларов Что я хотел бы вспомнить, на прошлый день мы рассказывали про Дрейка Который пожертвовал в своем видеоклипе God's Plan, по-моему, называется Да, 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 точно Один миллион долларов всем малоимущим жителям Майами Это все происходило непосредственно в клипе И сказалось, что это огромнейшая сумма 996 тысяч с небольшим долларом было пожертвовано Но сейчас в этом уже мы узнаем, что у Дрейка только за год доходы около 100 миллионов долларов Ты понимаешь, что этот 1 миллион долларов, это в принципе вполне нормальная сумма, которую рэпер мог пожертвовать Вполне мог поделиться Большую финансовую проблему он после этого не испытывал Ну вот такие вот заработки у музыкантов мировой сцены Причем, что самое удивительное, заработки эти не благодаря музыке А благодаря продаже, как мы уже выяснили, алкоголя и различных девайсов Которые они когда-то изобрели И с помощью каких-то тоже умных людей Кстати, наушники Доктор Дре очень известны И до сих пор очень много молодежи Носит, слушает музыку и довольны Так, я пока не о наушниках, а о идее здесь думаю Практически, ну вот я выбрала еще самые красивые листики Сейчас я их сполосну, мне кажется, в этом есть необходимость Ты пока докладывай, вот кроме вот этих последних двух Везде докладывай помидорки и перейдем к следующему этапу Будем заполнять яичным белком Ну а затем мне будет необходимо это все отправить в духовку, да? Да Мы, кстати, включили духовку? Нет, духовку мы не включили Давай я тогда включу в духовку Ладно, у нас есть время Ну да, отправляйся тогда А я разбираюсь с листиками А, кстати, я могу сейчас рассказать еще одну новость Которую мы долго обсуждали в редакции И решили, что не можем этой информацией с вами не поделиться Дело в том, что в Индии начали бесплатно увеличивать грудь Малообеспеченным жителям Операции по увеличению груди сейчас в Индии включили в программу медицинского страхования И начали проводить бесплатно для пациентов в столице Южноиндийского штата Министр здравоохранения мотивировал программу тем, что в противном случае бедные граждане могут пострадать Когда, например, обращаются за операцией к неквалифицированным специалистам Или берут огромные кредиты А вот тем, кто хочет уменьшить грудь, также операцию проведут бесплатно Вообще популярность пластической хирургии в Индии растет В 2016 году было сделано 420 тысяч операций, а годом ранее 390 тысяч Ну, то есть есть разница, да? Огромнейшая цифра просто Ну вот, правда, бывший министр здравоохранения назвал программу все-таки популистской Цитирую, государственные средства, необходимые для лечения болезней А они тратятся на красоту, а не на спасение жизни Но кто знает, а может для кого-то это настоящая проблема И такой способ ее решения за счет государственной программы Это в каком-то смысле и спасение жизни, почему бы нет? Ну, необычно то, что это нововведение именно в Индии Где мы знаем, что невысокий уровень жизни и в то же самое время Но хороший уровень пластической хирургии Да, квалифицированных специалистов в этой области Ну, я там тоже прочитал, что даже мужчины, кстати, приглашаются на эти операции С какой целью? Не знаю, с какой целью, потому что многие говорят, что вот проблемы не только красоты Очень часто люди, которые хотят сделать операцию в груди, они испытывают какие-то проблемы со спиной Это неправильная форма груди мешает им передвигаться, жить, нормально наслаждаться жизнью Тогда это уже, наверное, не пластическая операция Это уже по медицинским показаниям А здесь все-таки речь шла об эстетических показаниях Ну, я так думаю В общем, вот такое вот нововведение Будем знать Увидели, узнали, услышали Хорошо Так, ну все, смотрите То есть все очень просто Листики шпината на дне Следом слой помидор Следующий слой Это яичный белок Который мы предварительно смешали с солью с перцем Все, потом это все отправится в духовку Как вы понимаете, уже через 10 минут Все это будет приготовлено Ну что ж Вижу, что дали? Отправляем? Нет, ну подожди, подожди Я еще доделала Просто да Хорошо Хорошо Мы, в принципе, вам рассказали о рецепте Я думаю, если бы вы не успели все запомнить В принципе, здесь запомнить было нечего Очень простой рецепт Вы можете зайти на нашу страницу в фейсбуке Утром на СТС И там еще раз посмотреть рецепт Посмотреть нас в ютюбе И приготовить вместе с нами Вот такой очередной завтрак У нас реклама дали? Реклама Последнее вернемся